И очень сложно после таких докладов выступать. Моя же презентация коснется вопросов новых аспектов лечения опухоли билиарного тракта. Прошу прощения. Какими мы знаем сегодня опухоли билиарного тракта? Мы знаем, что они включают в себя внутрепечёночную холангиокарциному, в непечёночную холангиокарциному, опухоли ворот печени, а ниже опухоли клацкина и рак желчного пузыря. Это достаточно редкая группа опухолей, менее 1% всех злокачественных новообразований, но заболеваемость растёт в основном за счёт внутрепечёночной холангиокарциномы. Для данного типа опухоли характерны крайне плохие прогнозы и 5-летняя выживаемость менее 20% для всех стадий заболевания, потому что у большинства пациентов данное заболевание диагностируется на распространённой стадии, когда возможно лишь полиативное лечение. Следует также отметить, что опухоли билиарного тракта – это не одно, а как минимум 3 разных заболевания, и внутрепечёночная холангиокарцинома – это другое заболевание, нежели чем непечёночная холангиокарцинома и рак желчного пузыря. Они отличаются по факторам риска, по клинической картине, по методам лечения, в первую очередь методам локального лечения. И на самом деле это достаточно большая проблема, потому что те исследования, которые существуют, немногочисленные исследования по холангиокарциномы, включают в себя, как правило, небольшое количество пациентов, которые, к тому же, ещё и гетерогенные, из-за чего результаты этих исследований бывает крайне сложно интерпретировать. На данном слайде представлена актуальная, кстати, версия рекомендаций Европейского общества медицинской онкологии. Нерезиктабельным, неоперабельным пациентам в первой линии показано проведение цитостатической терапии таких пациентов, как мы уже сказали, большинство. Данные высокого уровня доказательности касаются только пациентам, с хорошим уровнем, с хорошим функциональным статусом. КОК 0,1. А у данной группы пациентов, как мы знаем, бывает очень много локальных проблем, в первую очередь при непечёночной локализации опухоли. Единственным рандомизированным, проспективным исследованием для вот этой группы палиативных соматических сохранок пациентов является исследование ABC-02, на основании которого гемцитабинцы с плотином включены в первую линию терапии опухоли билярного тракта и совершенно непонятно, что делать при прогрессировании заболевания. Это касается не только таргетной терапии, но и цитостатической терапии. Вот данное исследование ABC-02 с увеличением медиана общей выживаемости с 8 месяцев до 11,7 месяцев при использовании цисплотина с гемцитабином вместо гемцитабина в монорежиме. В этом исследовании проведён подгрупповой анализ, в том числе по локализации первичного чага, и мы видим, что все пациенты получили преимущество от проведения полихимиотерапии гемцитабином с цисплотином. И, собственно говоря, вокруг именно этих данных традиционно крутилось всё лечение опухолей билярного тракта. И до недавнего времени это было всем пулом информации, доступным человечеству по высокодоказательной информации, доступным по лечению опухолей билярного тракта. И до недавнего времени это была такая очень скучная патология, где ничего совершенно не происходило. Это была болезнь, которая очень быстро убивала людей, и совершенно ничего невозможно было с этим сделать. Но последние 2-3 года стали такими очень насыщенными в мире холонгиокарцином. Одним из исследований является исследование ABC-06, которое, по сути, является логическим продолжением исследования ABC-02, который мы только что рассмотрели. Это рандомизированное исследование третьей фазы, доложенное Анджелу Ламарко на АСКО в прошлом году. Сюда вошли пациенты с распространённой холонгиокарциномой, прогрессировавшие на гемцитабине с цисплатином. Рандомизировано 162 пациента. Часть пациентов получала активную симптоматическую терапию, включавших дренирование, антибактериальную терапию, обезболивание, глюкокартикоиды, противорвотные препараты и другие виды симптоматической помощи. И другой рукав – это та же активная симптоматическая терапия, плюс фолфокс. Приличная цель исследования – общая выживаемость и факторы стратификации – это предшествующая чувствительность к препарату платине, были ли они чувствительны к цисплатинам или нет, уровень альбумина – более или менее 35 грамм на литр и стадия заболевания – местно распространённая опухоль против инстатического процесса. Вот приличная цель – общая выживаемость. Медиана общей выживаемости повышена с 5,5 месяцев до 6,2 месяцев. Вроде бы менее месяца, но статистическая достоверность получена, коэффициент риска – 0,69, при П-уровне – 0,031. Если посмотреть далее на кривые выживаемости, то мы увидим, что 6-месячная общая выживаемость – 35% против 50% и одногодичная выживаемость – 11,5 против 25,9%. То есть плюс 15% – абсолютное повлечение общей выживаемости. Здесь в этом исследовании тоже проводился подгрупповый анализ, как мы сказали, и эффективность химиотерапии была достигнута вне зависимости от подгрупп. И вопрос, который интересовал всех более всех – насколько Фолфокс был эффективен после применения препаратов платина. И мы видим, что пациенты, которые были в первой линии нечувствительны к цисплатину, получили даже большее преимущество от применения Фолфокс во второй линии, нежели чем пациенты, которые до этого были чувствительны к цисплатину. То же самое касается пациентов с низким уровнем альбумина. При альбумине менее 35 грамм на литр пациенты получили большую пользу. То же самое и при метастатическом процессе пользы чуть-чуть, но более выраженной. Поэтому пациенты в данном исследовании с предполагаемым наихудшим прогнозом, эти пациенты имели тенденцию к получению большей пользы от применения схемы Фолфокс во второй линии. Таким образом, исследование ABC-06 стало первым положительным исследованием третьей фазы во второй линии терапии билиарного рака, а схема Фолфокс достаточно эффективной для того, чтобы включить ее во вторую линию терапии. Три года назад в журнале Cancer Discovery вышла статья «Новые горизонты для прецизионной медицины при опухолях билиарного рака». И в ней было сказано, последние данные, полученные методом секвенирования нового поколения, выявляют ключевые мутации, например, FGFR, IDH, что совместно с появлением нескольких таргетных препаратов дает предпосылки на обнадеживающие результаты. После выхода этой статьи, по сути, для специалистов, клиницистов, которые занимаются опухолями билиарного тракта, жизнь началась профессиональная, с белого листа. И за последние 2-3 года в свет вышло больше значимой информации, чем за последние 20 лет. Причем результаты многих исследований уже доступны в клинической практике. Одной из таких работ стало исследование РОАР. Это исследование сформировано по принципу Баскет, корзина, сюда входили все пациенты, вне зависимости от патологии, нозологии с мутацией BRAV V600I. Одной из когорт как раз стала когорта пациентов с холонгиокарциномами. Скринировано 557 пациентов с опухолями билиарного тракта. У 49 из этих пациентов появлена мутация BRAV. 35 из 49 пациентов включены в исследование, рандомизировано, включены в исследование. Характеристики пациентов. Средний возраст 57 лет, 43% мужчина, все пациенты с хорошим хосоматическим статусом. И что очень важно, 80% больных получили до этого как минимум 2 линии терапии. То есть это то, что называется тяжело предлеченный пациента с драматическими плохими прогнозами. Данные пациенты получили химиотерапию по схеме доброфениб с траметенибом. Стандартная дозировка до прогрессирования или до токсичности. И первичная цель исследования – объективный ответ. Какие результаты были получены? Частичный ответ – 42%. Стабилизация заболевания – 45%. То есть уровень контроля заболевания составил 87%. Медиана выживаемости без прогрессирования – 9,2 месяца. Медиана общей выживаемости – 11,7 месяца. И я напомню, что 11,7 месяцев – это такая же цифра медиана общей выживаемости, которая была показана в исследовании ABC02, но только у пациентов первой линии терапии при получении полихимиотерапии немцитабином и цисплатином. Таким образом, можно констатировать, что антибраф-антимектерапия для данной группы пациентов является достаточно эффективной. Три года назад в журнале Science вышла значимая работа, в которой оценивались результаты тестирования более 12 тысяч образцов при 32-х опухолевых нозологиях. И было выявлено, что при 24-х патологиях встречается такое биологическое свойство опухоли, как высокий уровень микросателитной нестабильности. При опухолях билиарного тракта MSI-хай выявляется примерно в 3% случаев. В рамках данной же работы пациенты получали пембролизумаб при высоком уровне микросателитной нестабильности. И было выяснено, что уровень объективных ответов у данных пациентов составлял не менее 54%. При этом те пациенты, которые отвечали, отвечали на очень продолжительный период времени. Именно на основании данного исследования в конце 2017 года FDA зарегистрировала пембролизумаб при высоком уровне микросателитной нестабильности с такими недоступными до этого результатами. Более того, по данным некоторых лабораторий, частота выявления высокого уровня микросателитной нестабильности может быть выше. Например, по данным патоморфологического отделения Memorial Sloan Kettering Cancer Center, частота MSI-хай при опухоли желчного пузыря и в непечёночном раке достигает 5%, тогда как при внутрепечёночной холангиокарциноме и при амкулярном раке до 10%. Это очень много, и не нужно забывать направлять пациентов данной группы на определение микросателитной нестабильности. Одной из ключевых ролей во внутриклеточных процессах при холангиокарциномах могут играть мутации генов, кодирующие белки рецепторов фактора роста фибробластов – FGFR. Мутация FGFR типична, более типична для внутрепечёночной холангиокарциномы, где встречается до 16% случаев. Активация FGFR стимулирует пролиферацию опухолевых клеток и ангиогенез. Различает следующие альтерации FGFR. FGFR – это гиперэкспрессия, это формирование активирующих мутаций и мутации с формированием химерного антигена, то, что мы называем FGFR-фьюжн или FGFR-шивка. Существует 4 семейства FGFR – 1, 2, 3 и 4 типа, и наличие мутаций предполагает эффективность анти-FGFR-терапии. В настоящее время существует немало исследований первой и второй фазы по изучению анти-FGFR-препаратов, которые показали очень высокую эффективность с уровнем ответа опухоли, контроля опухоли 80-90%. На последнем ЭСМО в Барселоне осенью прошлого года были доложены результаты FIGHT-202 по исследованию пиногетениба у пациентов с распространенной холангиокарциномой, ранее получавших уже терапию. При скринингу было подвергнуто 1206 пациентов, и в исследовании включено 146 пациентов, которые были распределены в три когорта. Когорта А – 107 пациентов, имеющих мутацию FGFR-2 Fusion. Когорта Б – 20 пациентов, имеющие любые другие альтерации FGFR, кроме FGFR-2 Fusion. И когорта С – это такая группа контроля из 18 пациентов, пациенты без мутации FGFR. Данные пациенты получали имегатениб по капецитабиновой схеме два раза за сутки, две недели подряд. Когорта А – трое пациентов из 107 показали полный ответ, 35 пациентов – частичный ответ, и стабилизация заболевания у 50 пациентов из 107. Уровень контроля болезни – 82%. Когорта Б – стабилизация заболевания у 40% больных. И когорта С – результаты, близкие к плацебо. Такие результаты по объективному ответу были получены. И вот диаграмма Waterfall Plot для когорты А. Такие диаграммы, конечно же, при мицетатическом раке мы, в принципе, встречаем очень и очень нечасто, тем более у пациентов с холангиокарциномами. Показатели выживаемости. Выживаемость без прогрессирования для когорты А – 6,9 месяцев. Когорта Б – 2,1 месяца. Когорта С – 1,7 месяца. Общая выживаемость для когорты А. Данные оказались незрелыми, так как случилось только 40 событий, но она оказалась не менее 21 месяца. Когорта Б – 6,7 месяца. И когорта С – 4 месяца. Другие анти-FGFR препараты показали схожие результаты. Препарат инфигратини – контроль болезни 83%, с медианой выживаемости без прогрессирования почти 7 месяцев. Препарат RAQ – 0,87. Такой же уровень контроля болезни 83%, с медианой выживаемости 5,7 месяцев, на основании чего можно говорить, что данная группа препаратов оказывается крайне эффективна при лечении холангиокарцином с мутацией FGFR-2. В настоящее время проводятся исследования третьей фазы, в том числе в первой линии применения для молекул инфигратиниб, препарата ТАС-102 и пимегатиниба. Еще одной точкой приложения для таргетной терапии является мутация из цитраты гидрогеназа первого типа АДХ1. Мутация АДХ1 приводит к трансформации от альфа-кетоглутарата до 2-гидроликсеглутарата, который является опухолевым метаболитом, то есть происходит такая опухолевая дисрегуляция. По результатам обзора литературы, включивших 45 публикаций, где было оценено более 5000 пациентов, было выяснено, что при внутрепеченочной холангиокарциномы частота мутации АДХ1 достигает 20%, а в некоторых исследованиях даже 40-50%. Тогда как при внепеченочной холангиокарциномы частота мутаций не превышает 1%. Чаще данная мутация встречается у неазиатов, нежели чем у азиатов. Мутация АДХ1 не является прогностическим фактором, но является фактором предиктивным. Препарат Ивазитениб является первым ингибитором белка мутантного АДХ1, причем препарат уже зарегистрирован в FDA для лечения некоторых типов острого мелобластного ликоза. Достаточно успешно было проведено исследование второй фазы, на основании чего запущено исследование третьей фазы, результаты которого были также доложены на последнем ЭСМО в Барселоне. Исследование Клэриди. Рандомизированное двойное слепое исследование Ивазитениб против планцеба у пациентов с распространенной холангиокарциномой с мутацией из цитраты гидрогеназы. Сюда вошли тоже предлеченные пациенты с хорошим функциональным статусом. Прискрининг прошли 760 пациентов, рандомизированное 185 в соотношении 2 к 1. Часть пациентов получала Ивазитениб, другая часть получала плацеба. Первичная цель – выживаемость веса прогрессирования. Кривые выживаемости Каплан-Мейера не расходились до первой компьютерной томографии спустя полтора месяца после начала лечения, после чего выраженно расходятся. Медиана выживаемости без прогрессирования 1,4 месяца в группе плацебо против 2,7 месяца в группе Ивазитениба. Шестимесячная выживаемость без прогрессирования 32% в группе Ивазитениба против отсутствия таких пациентов в группе плацебо и одногодичная выживаемость 22%. Уровень контроля заболевания при применении Ивазитениба составил 53% с двумя процентами частичного ответа и 51% стабилизации заболевания. То есть для данного препарата не характерно резкое уменьшение и в принципе уменьшение опухоли размера, характерен такой цитостатический эффект. При подгрупповом анализе было показано, что преимущества от применения Ивазитениба получили пациенты всех групп вне зависимости от количества линий, проведенной ранней терапии, пола пациента, степень распространенности заболевания, статус ЭКОК и региона нахождения, центра проведения исследований. Общая выживаемость. Медиана общей выживаемости в группе плацебо составила 6 месяцев, в группе Ивазитениба 10,8 месяца. Таким образом, Ивазитениб является крайне эффективным препаратом при лечении опухолиобилиарного рака, в основном внутрепечёночных холонгий и карцином, с мутацией IDH1 типа. Ещё одна точка приложения, всем нам известная, вселенная и мужепривычная, это рецепторы эпидермального фактора роста второго типа, HER2. Частота гиперэкспрессии HER2 при внутрепечёночных холонгий и карциномах составляет 4%, при внепечёночных холонгий и карциномах – 11%, при раке желчного пузыря – до 20%. При этом, например, при раке желудка частота гиперэкспрессии HER2, где все, как очень наши, знают, что нужно определять HER2, не превышает 13% в отдельных популяциях, 15%. Крупных исследований по изучению анти-HER2 терапии при холонгий и карциномах проведено не было, но есть множество небольших работ, есть множество кейс-репортов, и были получены следующие результаты. Например, исследование MyPathway – один из пациентов, получивших пертузумаб-стратозумабом, с пертузумабом у четырёх пациентов частичный ответ, у троих пациентов стабилизация заболевания. Или исследование Маската – также пертузумаб-стратозумабом у одного пациента частичный ответ, у другого пациента полный. Таким образом, данная цель является наиболее привычной, пожалуй, наиболее доступной, и эту опцию тоже не нужно забывать. Ещё одна точка приложения – это кеназа тропомиозина, НТРК. Формирование вот этих химерных антигенов приводит к активации нижележащих сигнальных путей, РАСМАПТ или ПИА-3К-АКТ, что приводит к пролиферации опухолевых клеток. Частота мутации НТРК при внутрепечёночных холонгиокарциномах немногим превышает 3%, при непечёночных холонгиокарциномах – 1%. Существует три типа семейства НТРК – первый, второй, третий тип, и наличие мутации предполагает эффективность анти-НТРК препаратов. Сейчас на Западе зарегистрированы препараты первого поколения ларотректиниб и энтректиниб, и уже на подходе препараты второго поколения, которые оказываются эффективными при формировании резистентности к препаратам первого поколения. То, что касается ларотректиниба и энтректиниба. В принципе, практически при любой нозологической форме онкологического заболевания может встречаться данная мутация. Посмотрите, исследования по ларотректинибу и энтректинибу тоже были по типу баскет, и здесь были пациенты с холонгиокарциномами. Вот они выделены стрелочками. И какие результаты были достигнуты? Объективный ответ – 76%. Полный ответ – 22% больных и частичный ответ – 54% больных. Медиана выживаемости без прогрессирования не достигнута при медиане наблюдений почти 18 месяцев. Совершенно фантастические результаты. И что очень отрадно, что препарат энтректиниб, который зарегистрирован в США, который недоступен в Европе, его применение сейчас доступно в России по программам расширенного доступа, который идет в некоторых российских центрах, включая нашу клинику МИДСИ, у нас есть возможность применять энтректиниб при выявлении данной мутации. Но опция совершенно фантастическая. В настоящее время проводится несколько исследований с совершенно непривычным для нас дизайном, куда включаются пациенты вне зависимости от нозологии. Здесь нет привязки к препаратам, и пациентам проводится полногеномное секвенирование с назначением потом соответствующего лечения. Одной из таких работ стала работа Маската, куда вошли 1035 пациентов. Этим пациентам провели полногеномное секвенирование. 34 пациента из этой тысячи оказались пациентами с опухолями билиарного тракта. У 23 пациентов из 34 выявили те или иные таргетируемые молекулярные изменения. И 18 пациентов получили, но не успели получить различные виды таргетных препаратов. И результат? Объективный ответ. 33% больных, уровень контроля заболевания 88%, и 37% больных перешли 6-месячный рубеж без прогрессирования. И вот Waterfall Plot, посмотрите, анти-IDH терапия, 5-3К здесь же, FGFR, и 2 пациента. Кстати, с наилучшим ответом это 2 пациента с амплификацией HER2. На данной таблице суммированы те данные, которые мы сегодня разобрали, и посмотрите, сколько точек приложений для терапии сейчас есть. BRAV, MSI, FGFR, IDH, НТРК. И обратите внимание на медиану общей выживаемости у предлеченных пациентов. 11-7 месяцев, 64% двухлетней выживаемости. Два года, год, год не достигнуто, почти два года. А здесь, на данном слайде, представлено распределение этих точек приложения, таргетируемых точек приложения, в зависимости от локализации первичного очага. И посмотрите, насколько различаются определения данных точек приложения. От 0% до 16%, от 1% до 20%, от 3-4% до 20%, что говорит о том, что опухоли билярного тракта – это действительно совершенно разные заболевания. И на основании вот этих данных можно заявлять, что опухоли билярного тракта на сегодняшний день превратились из одной из самых скучных патологий в одну из самых информационно насыщенных патологий, в которых произошли просто революционные изменения. Меня все благодарю за внимание. Продолжение следует...